Люди, расскажите свою историю о сонном параличе. Сегодняшней ночью со мной произошло кое-что довольно жуткое. Именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы написать свой первый пост. Стоит начать с того, что в этой истории нет никакой мистики. После этого хочется быть скептиком. Наверняка многие из вас слышали о явлении под названием сонный паралич. Штука в том, что он периодически случается со мной. Да, пару раз было довольно неприятно и даже страшно. Но прошлой ночью я был просто в ужасе. В общем, я один из тех людей, которые грубо нарушают режим сна. Поздней ночью я люблю посидеть за экраном ноутбука, почитать книжку, посмотреть сериал и посмеяться над всеми смешными картинками в новостной ленте. Соответственно, спать я ложусь очень поздно. Норма для меня 3 или 4 утра. Вот и прошлой ночью, выполнив все пункты ночного досуга, я решил поспать. Я выключил всю технику, улегся в кровать и заснул без задних лап. Началось все с того, что проснулся я от странных звуков, исходящих из другого конца моей комнаты. Нет, это не придуманная мною крипи история, и я не поведу вам о детском плаче или тихом завывании в углу. Я просто лежал на животе и чувствовал себя довольно скованно, а из другого конца комнаты доносился шум, похожий на звук вращающихся лопастей вертолета. Периодически мне казалось, что этот звук доносится вовсе не оттуда, а идет из моей головы. Это странно, не смогу этого объяснить. Потом шум стал нарастать, и вместе с тем во мне начал нарастать страх, причин для которого по сути не было. Хотелось бы отметить, что сонные параличи довольно часто сопровождаются страхом. Вот и в этот раз без него не обошлось. Вернусь к тому, в какой позе я находился. Чтобы избавиться от сковавшего меня страха, я попытался подняться, но по закону жанра ничего не вышло. Ну, сонный паралич, понятно, подумал я. Как только понял, сразу проснулся. Так мне показалось. Продолжаю лежать, но понимаю, что поза у меня совсем иная, и лежу я на боку лицом к стене. В ту же секунду произошло то, из-за чего я и затеял всю эту идею с постом. Итак, я лежу и понимаю, что сзади по спине меня начинают гладить. Даже не гладить, а ощупывать, будто слепой пытается понять, к чему он прикасается. Такой страх на меня нахлынул впервые. Я лежал и изо всех сил пытался проснуться. Жмурился, словно я маленький ребенок, а не взрослый парень. Когда удалось проснуться, страшно было засыпать. Разумная часть меня твердила, что все не по-настоящему. Что это мой мозг играет со мной злую шутку. А напуганная просто хотела сидеть и смаковать. На удивление, заснуть удалось довольно скоро. Вот так, друзья, я и столкнулся с сонным параличом во всей его красе. Никому не желаю таких ночных гостей. Не повторяйте моих ошибок, ложитесь спать вовремя. А на часах тем временем 3.17. Я дописываю свою занимательную историю и отправляюсь спать. И меня эта хрень не обошла стороной. Только в моем случае это нечто было не сколько тактильным, сколько теплым и обволакивающим. И мне это что-то, жмякало сиськи и перебирало их как металлические шарики в руке. Несколько лет назад было такое. С утра часов в 10 пытаюсь встать. Не могу. Пошевелиться аналогично. Вижу. Даже больше подойдет слово чувствую. Будто бы только что смотрел в сторону двери и секунду назад закрыл глаза. А картинка осталась висеть в памяти. Как заходит женщина в комнату. А родители к тому времени уже на работе давно были. Улыбается. Идет ко мне. А я ее не признаю. Не знаю кто такая. А пошевелиться не могу. Она садится на меня. Ощущаю давящий на меня вес. В груди сжимает. Воздуха не хватает. Дышать не могу. А женщина поглаживая по голове. Перебирает волосы и говорит. Поспи. Поспи. Тебе еще можно поспать. И уходит. Лишь после того как она вышла. Я смог встать с кровати. Обошел в квартиру. Но никого не было. Рассказал историю родителям. Так дня через два перед уходом на работу у меня мама так же пошутила. Погладила по голове и сквозь мой сон прошептала. Поспи. Поспи. С юмором она. У меня недавно было такое. Что я проснулась ночью не чувствуя рук и ног. Я смогла шевелить руками. Но при этом их не чувствовала. Не могла сжать пальцы и было ощущение а не менее. На следующую ночь проснулась с таким же ощущением. Но теперь я руками шевелить не могла. И явно чувствовала под правой рукой что-то теплое. Живое и шерстяное. Первая мысль была про кошку. Так как она всегда спала со мной либо на подушке. Либо прижавшись к моему боку. А я в полудреме ее поглаживала. Так мы с ней засыпали. Но кошка пропала в июне. Когда я это сознала. Меня охватил ужас. Слава богу что я была не одна. А с парнем. Иначе я бы точно рассудка лишилась. Через пару минут после начала строительства кирпичного завода. Смогла пошевелить руками. Тут же врубила ночник. И ничего не увидела. Дома спать нормально не могу уже неделю. Вчера ночевали у парня. Спала как младенец. А где-то год назад я резко проснулась ночью. Открыла глаза. И увидела. Что от моего лица вверх отдаляется какая-то надута бесформенная субстанция. Серого цвета с желтыми искрами вокруг. Причем она отдалялась не то чтобы уплывая. Но как-то резко и прерывисто. Как будто сломанная гифка. Списываю на усталость и стрессы. Раньше кошка моя садилась в угол на кровать. Смотрела в верхний угол. А потом начинала тянуться туда лапкой. Как будто бы что-то хотела достать. Но сколько я не смотрела. Так ничего не увидела. Ни паутину. Ни муху какую. И кошка всегда делала это в одном углу. У меня было такое пару раз на даче. Просыпаешься. Беспричинный панический страх. Двинуть ничем не могу. Даже открыть глаза. Почему-то было чувство что стоит крикнуть или пошевелиться и все пройдет. Но не получалось какое-то время. Через несколько секунд получилось крикнуть. И все прошло. Соседка деревенская бабулька лет под 80. Сказала что это домовой чем-то недовольный. Кстати сказать разок ранним утром я кого-то видел боковым взглядом. Сказала что бы не трогал. Клади нож под подушку. Так и спал 3 года. Матушка ходила у виска пальцем крутила. Как ни по-эблански прозвучит. Но у меня было так. Что какой-то период я спал на спине с руками за головой. И просыпался от того что меня душит некая сущность в виде гномика. Я пытался задобрить эту уйню на ножках. Всякие ништяки на столе оставлять. Но не проканала. В очередной раз я умудрился совладать с речью. Обматерил его. Сказал что проваливал. Раз не может себя нормально вести. Как мне казалось я перебудил весь дом своим отборным трехэтажным. Но матушка сказала что ни звука не слышала. Бля мне страшно. Был со мной такой случай. Жили вместе с парнем. Как-то вечером мы разругались насмерть. Он пошел спать на пол. Я значит на диване. Лежу злюсь. Потом холодно и тоскливо стало. И мысли в голове вертится. Хоть бы он пришел. Ну хоть бы пришел. Так и заснуло кажется. В дреме чувствую что кто-то ложится возле меня. Вертится. Поуютнее устраивается видимо. По спине начинает гладить. А мне тепло. Уютненько. Как возле печки. Тут этот кто-то начинает натягивать на меня шерстяные колготки. По ощущениям. Я естественно маленько удивляюсь такому повороту вещей. Но мне ж тепло. Просыпаться не хочется. Шевелиться тоже. И тут меня как холодной водой окатило. Какого хрена. Что за шерстяная хрень. Парень не стал бы на меня чулки ночью натягивать. Открываю глаза и вижу что нет никого рядом. Парень также на полу дрыхнет. Тем не менее я чувствую чужие руки. А колготки уже на шее смыкаются. Страх. Жуткий страх меня охватил. И двинуться не могу. И пошевелиться. Еле-еле получалось выдавить из себя степлый хрип. Такого ужаса больше не повторялось. Жуткая вещь. У меня проявилось летом. Буквально пару недель такое происходило. Потом перестало. Никаких звуков я не слышала. Галлюцинаций не было. Читала что многие видят как бы кошмары наяву. Просто не могла долго проснуться и не могла двигаться. Но довольно неприятно было однажды. Вроде проснулась. Но вижу себя со стороны. Как будто я лежу рядом с собой и заглядываю через плечо себе спящей. Я при этом обхватила себя руками. Вроде открыла глаза. Но не могу двигаться. Пыталась проснуться. Но не получалось. Отвратительное чувство. У меня сонный паралич был с детства. Вроде прошел совсем недавно. Года 2-3 назад. Больше не было. Привыкнуть к нему даже осознавая что это именно это. С тобой сейчас происходит просто невозможно. Как будто из тебя пьют соки. Я примерно понимаю что такое поцелуй дементора. У меня к примеру все начиналось с падения с высоты. Или просто проваливается земля из-под ног. И ты падаешь. Очень долго. Пока не дойдешь до третьей фазы. Я примерно понимаю фильм начало. Фазы погружения и время когда это все закончится. Главное не сопротивляться. Двинуться если очень постараться. Можно конечно. Но это будет движение на миллиметр в реальности. И ты потратишь очень много сил на это. Так что просто лежи, страдай, жди. Пока закончится и ты проснешься. А на этом все. Если видео вам понравилось. Поддержите его лайком и подпиской на канал. Так я пойму стоит ли мне делать для вас вторую часть. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать вечерние премьеры роликов. А вот два предыдущих видео. Которые вы можете также посмотреть. Спасибо за просмотр. Ссылка на телеграм канал в описании. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok